Я Казачева Валентина Ивановна. Родилась 22 июля 1942 года. Жили мы в Чечне. Папа работал путевым бригадиром на железной дороге в тылу, потому что он сломал на башню ногу. Его не взяли на войну. Но всю войну он работал в тылу на железной дороге. Мама тоже на путях работала. До 50-го года мы в Чечне жили. Помните ли вы начало войны? Не помню, конечно. Как изменилась жизнь ваших родителей с началом войны? Жили трудно. Голодовали, холодовали. В общем, я до 18 лет ходила в партнерской партии. С началом войны ваши жилищные условия изменились? Поменялось что-то? Например, как папа пошел работать. Мы уехали из Чечни. И в Казахстан мы уехали в 50-м году. И он там работал в железной парке. Там немножко мы поднялись. И вот как проходил ваш обычный день в годы войны? Просто любой день вспомните. Пусть даже он, если не точно, будет вспомнить. Там же не было войны в Чечне. Я только помню, как ходили мои датушка. Глядывали. Как ходили какие-то шлемы. Разговоры как-то. Я даже не знаю, немцы это или не немцы это были. Ну, как бы шугали котят, кошек. Вот это я помню. Больше я ничего не помню. Какие праздники отмечались в вашей семье? Ну, как у всех православные. Новый год, Пасха, Рождество. Кно принимал у них участие? Вот какие игрушки у вас были? Были ли у вас игрушки? Ой, никаких не было игрушек. У нас, знаете, какие были игрушки? Вот так вот я брала ткань. Вот так закручивала, заворачивала. Рисовала глазки, губы. Кукла у меня такая была. Вот такие куклы у нас были. Понятно. Ну, а как вы играли с сверстниками? Какие игры со сверстниками? Ну, вот у нас тогда была лапта, лапту, кругом мяча, прыгалки, скакалки, классики. Было время для занятия спортом? Занимались? Или об этом тогда уже не думали? Ну, в школе я никогда не понимала. Ну, в школе еще как-то на голову вставала, пыталась, мостик делала, а так я спортом занималась. Ну, вот какие продукты в то время, чем вы питались? Маргарин вместо масла мазали на хлеб, с удовольствием ели. Нас было четверо, мама с папой. И они вот как получат зарплату, нам купят там чуть-чуть конфет, растащат мы и все. Вообще, вы помните, какое-нибудь лакомство, которое вот именно в это время вам запомнилось? Даже не помню. Для нас все было вкусно. Было масло, мы немножко толпой зажили, было масло костное, вот такое запашистое, мы брали прям, гребну макали, вот это лакомство тогда было. Арбузы были, лакомство, я до сих пор его не люблю. Ну, я не могу не задать этот вопрос. Какие книги вы читали и читали ли вы в то время? Вот, да, всю жизнь я прочитала книгу «Поющие в Терновнике», но это уже ближе сюда. Получается, что мы в то время не читали ничего. Ну, как, родную речь читала, букварь читала, как заканялась, так читала, вот, а говорите, я не читала. Ой, Павка Корчагина вообще любила, и фильмы смотрела. А вот была ли возможность у вас фильмы смотреть, посещать кино? Ну, выходили. Было тогда кино, да? Ну, что вам повезло? Самый первый, это Павка Корчагин, как заканялась так, помню. Ну, и этот фильм, неуловимый, стиккель. Скажите, а в школе-то учились? Учились. Учились. В шесть лет. Ну, как, было все нормально? Ходили, что-то изменилось. Три года мы, Надя не ходила, а я ходила три года через гору, три километра. Не было у нас в школе, мы три километра через гору ходили. До шестого класса я ходила, и с шестого не перешла, и больше не пошла учиться. А какую одежду вы носили? В покупательном морозиле, или шили сами? В этих, помню, я в ботиках резиновых ходила по снегу, через гору я шла в ботиках резиновых по снегу. Вот это хорошо, и запомнила. Я была одежда, я говорю, до восемнадцать лет папе мы в панике ходили. Скажите, пожалуйста, помните ли вы день победы? И как вы об этом узнали? Ну, это когда мы уже из Чечни переехали, день победы стали отмечать. А тогда же мы в пятидесятом году еще и не было такого. Ну, вы узнали в сорок пятом, или в каком или это самое? Даже не помню. Вот не помню. А праздновали ваши семьи, все-таки вообще празднуют ваши семьи, и тогда и сейчас праздник День Победы? Ну, вот, например, сейчас, когда Надя жила, жила-била, мы часто ходили в панскую долину, все время на парад ходили. И для нас это праздник День Победы. А когда я жила в Новотроицке, я же с Новотроицкой сюда приехала, в Оренбургской области, у нас там День Победы всегда. Ну, где я работала, я работала на металлургическом комбинате, оттуда я пошла на пенсию. И у нас прям праздник был, на большом стадионе, в парке. У меня даже диск я купила, этих парашютистов поднимали вверх. Лещенко пела песню День Победы, этот День Победы порохом пропал, пропал. Ну, вот я там 32 года прожила, я вот это все видела. Создалось ли у вас впечатление, что все-таки послевоенная эта самая легче стала жить, и вообще как стала жить? Я войну не помню, во-первых. Во-вторых, я помню, как мы голодовали. Мы немножко окрепли, ожили с 53-го, 4-го года. Это мне уже голодилось 12 лет. Ну, мы беззаботные были дети, я вообще этого не понимала. Хохотушка была, не все было хорошо. Кушать есть? Ладно, слава богу. Помню, на Пасху, а, вопрос не ответила я, мама шила штапельные платьишки. Не сама шила, а давала шить, там у нас партийки были. И они нам шили, Надя и мне. Вот таких вот сепцевых, тогда же септик был, эти, штапель был. И прям помню, карусиновые туфли купила мама мне. А я их боялась одеть. А где-то уже снег сошел, проталенькие уже были. И я, а мы на крышу лазили. Я их обула, одела. И прям так боялась запачкать их. Залезла на эту крышу. И боялась, мама придет и заругает меня. А если мешочком? Вот это я хорошо помню. Ну, а вот как сейчас вы оцениваете жизнь нашу? Прекрасно. Прекрасно. Слава Богу, живы, здоровы. Вот мне уже 79 лет, а мне Бог столько сил дает и здоровья дает. Я прям благодарна Господу за это. Я не обижаюсь ни на что. Мне все хорошо. Все хорошо. Сейчас у меня Ваня живет. На этой хорошей, на этой прекрасной ноте, хорошей нашей жизни. Всем довольна вам, Дима Ивановна. Всем довольна. Вот. И закончить наше интервью. Мы пожелаем вам здоровья. Спасибо. Здоровья. И еще раз здоровья. А будет здоровья, вы знаете, что все приложится. А с Господом все будет. Без Бога ничего не будет. А с Господом все будет. Ну, всего вам доброго. Спасибо.